Всем привет! Сегодня тот случай, когда зима начинается завтра, но снег выпал уже сегодня. Причем так обильно, что даже очень сложно пройти, а некоторым даже не проехать. Может быть по этому случаю, а может быть это чистая случайность. Сегодня американское вино. Причем обычно, какое вино американское мы знаем? Каберне-Савиньон, Зимфандель, Мерло на крайний случай. Но это все касается Калифорнии, это касается таких более-менее знаменитых марок. А сегодня у нас очень классный и важный регион для Соединенных Штатов. Но у нас очень мало представленный. Обычно Вашингтон представлен винами, белыми, рислингом например. Доктор Лузен, совместное там у них производство. И вот этот рислинг более-менее известен. Чего-то другого из Вашингтона мне очень сложно вспомнить. В данном случае это Сера из Вашингтона. Но прикол в том, что почему там меняется у нас сортовой состав винограда. Дело в том, что это уже достаточно северные края. И там взяли на вооружение ронскую систему сортов и стилистику, скажем так. Может быть рислинг и менее, конечно, в этой теме. Но там есть Вианье, там есть Бленд GSM, Гренаж Сера, Мурведер. И есть Сера. Причем Сера есть такого уровня, когда она может стоить 500 долларов за бутылку. Например, вот моя мечта. Это вино Бионик Фрог. Вот как раз она 500 долларов стоит. Причем его еще и не везде купишь. Оно продается по подписке. Там в США есть клубная система распределения вин. Это когда следующий винтаж распределяется между членами клуба. Я сильно не вдавался в эту концепцию. Но это вернуться, если к моему размышлению, как развивается вино в России, то мне кажется, что нас тоже в микровиноделии ждет потом клубная система распределения. Это очень перспективно, поэтому, может быть, и надо уточнить этот момент. Вот эта бутылка может вам быть не очень-то и известна. Но другую бутылку, вот рислинг от них, кунфугел называется. Я достаточно часто видел в Инстаграме. Она так светилась, вылетала в ленте. Но я почему-то себе представлял, что кунфугел это что-нибудь типа Австрии. То есть я не мог себе представить ни такого дизайна, ни рислинга в Америке. Но вот получается, что так. Но с другой стороны, у этого же производителя тоже такая достаточно интересная история. Хоть он и американец, он сначала переехал в Швецию, ну или куда-то там в северные страны. Он сам по себе, как его называют, продюсер достаточно известный. И можно было бы сказать, что это какое-нибудь такое маркетинговое вино. И к такой вот именно винной сфере имеет там опосредованное значение. Но по факту, чем можно вот апеллировать, что это все-таки про вино? Тем, что вайн энтузиаст, по-моему этот журнал, признал этого винодела человеком года. Это круто. Кстати, вот вы сейчас слышите этот звук трактора. Вот как раз приехали чистить снег. Очень вовремя. Спасибо. Значит, давайте про сиру саму. Значит, мы понимаем, что это не ширас, а сира. Значит, это будет у нас все-таки сделано в немножечко таком европейском, а точнее даже ронском стиле. Что характеризует европейский ронский стиль? Это экстракция фруктов, экстракция сорта и обработка в дереве. Здесь я точно не знаю. Дело в том, что я бутылку увел с дегустацией. Буквально вот там на дне осталось. И поэтому я больше расскажу о впечатлениях своих, чем о производстве. Вот. Но тут самое интересное, что вот сзади у Kung Fu Girl там был рис с палочками. Здесь тоже есть какая-то концепция. И здесь спичка, поджигающая вот эту бомбу. Но, значит, если у нас название бум-бум, то я предполагаю, что просто вино взрывной вкус имеет. В принципе, регион это и предполагает. Давайте по ароматике. Ароматика, на самом деле, немножечко такая скованная. Но в плане того, что... Это не значит, что в ней нету концентрации. Наоборот, концентрация есть, но для вина требуется некоторое развитие все-таки. И поэтому вот эта фруктовая основа, типа что-то черники и вишни, они немножечко так запрятаны. Но самое интересное, что запрятанные, они не очень-то и сильно в дуб, скажем так. В общем, мне кажется, что вино должно еще развиться. Хотя я уже принес на небольшом уровне, но даже в этого времени не хватило, чтобы вино подразвиться в плане ароматики. Но фруктовая доминанта есть. Она в яркие, сочные фрукты. Вишня, слива. Ну вот, я говорю, даже черника чем-то. По цвету так вообще. Такой яркий рубин с таким даже лиловым отливом. Очень прикольный цвет. И, кстати, не сильно прозрачный, опять же. Хотя, опять же, по бокам пальцы видно где-то на сантиметр-полтора. То есть мы помним, да, что бывают такие пенуары, но тут у нас сыра такая. В принципе, для нее это довольно-таки нормальная плотность. Давайте попробуем. Вот чувствуется все-таки американский подход. Знаете, мне кажется, что... Не знаю, как там по факту было, но вот в этих северных странах он чуть-чуть научился европейской сдержанности, но остался американцем. Не знаю, почему он выбрал Вашингтон именно как место производства и произрастания винограда и производства вина. Здесь, кстати, у нас 14,5%. Это важно было сказать, потому что вино достаточно алкогольное, но оно имеет оттенки. И вот почему я начал говорить про Европу и США. Все-таки обработка, стилистика, вы ее ни с чем не спутаете. США – это когда про вкус. Когда дуб, кроме дерева и какой-то там ванили, имеет какие-то варианты кондитерские, доходящие чуть ли не до попкорна, до вишни, которая коктейльная такая, вымоченная в сиропе. Но тут даже больше не про сироп, а вот такие ярмарочные всякие угощения, которые такие очень вкусные, красивые, нарядные. Или коктейльные. И вот здесь вот это все есть в послевкусе. Как будто кроме вина вам дают еще вот эти все американские темы типа Кока-Колы, жвачки, чупа-чупсов, попкорна и всего этого вместе взятого. Это немножечко странно чувствовать в красном вине, но именно такие приходят впечатления. Вот эта алкогольность, она тоже действует на какую-то ликеристость, но дело в том, что вино, такое свежее, хотя это у нас 2018 год, что нельзя сказать, что ликеристость вот эта связана с оксидацией вина или обработкой дубовой. Нет, все-таки это ближе к стилистике, скажем так. Вино достаточно свежее, у него есть потенциал. Мне кажется, что через пару лет оно станет вкуснее именно в винном стиле, скажем так, в винном смысле. А сейчас оно такое, ну не сильно такое взрывное, скажем так. Но этому взрыву, почему спичка сзади, есть еще время ее поднести, потому что у этого вина очень хороший потенциал в плане того, что в нем заложено. И даже то, что ароматика не такая открытая, хотя вот после того, как я первый раз попробовал, вот сейчас открываются вот эти вторичные тона попкорна, ванили легкой и вот этих вот сливочно-кондитерских, жженно-карамельных тонов. Иногда вот такие тона мы чувствуем в винах, которые выдержаны в бурбоне, в бочках из-под бурбона. Давайте еще раз. Я так акцентировался на конец вкуса, что забываю сказать, что оно все-таки достаточно свежее и яркое в начале. То есть ты получаешь чистые фрукты от серы, которые варьируются от черных ягод до вишни, до черных ягод, еще немножечко притерных, это ежевика, даже сливовый какой-то оттенок. То есть тут очень неплохая концентрация и букет вкуса. И потом только это все переходит в эту обработку. Есть танины, но они, знаете, в отличие от Тоскана, они такие незначительные, а поддерживающие общую структуру. И только вот на второй вот глоток я их почувствовал, что они такие зацепляющиеся. А вообще это вино такое, что его хочется и третий, и четвертый раз попробовать. Не знаю, даже стоит ли это делать, потому что вот я пока вот даже в бокале сильного развития не вижу. Но потенциал у вина есть, цвет прекрасный, аромат замкнутый, но стремящийся к развитию. Может быть, не быстрому, но все-таки. И вкус действительно взрывной, фруктовый и с такой значительной, но уместной обработкой. То есть действительно это... Нет, конечно, не спутаешь с Европой, но прикол в том, что держать такой баланс в Америке, это тоже сравни искусству. То есть продюсерский талант, мне кажется, у него удался и в винном бизнесе. Вот, потому что винный журнал, какой бы он ни был, а Вайн Энтузиаст все-таки это такой знаменитый и авторитетный журнал, назвать человека года просто из-за того, что ну он что-то такое привнес, такое модное, но несущественное, он не мог. Слишком много еще заслуженных людей, которые уже внесли свою лепту в виноделие, которые еще там на обложке не были. Поэтому то, что он такой вот свежий, новый и попал на нее, значит, все-таки что-то он внес такое, что останется в стилистике, ну или в винном мире, в общем точно. Так что около 3600 стоит это вино, дороговато, но это вот на уровне Кросс Эрмитажа, и поэтому, конечно, первым все равно я предлагаю попробовать классику Кросс Эрмитаж, но вот эта Америка, она достойна и цены, и более тщательного анализа, и более серьезного пробования. Продолжение следует...